Алоха, с вами Нистар. Я сижу и на солнышко гляжу, да, на закат я гляжу, отдыхаю. Не знаю, слышите ли вы этот звук, но послушайте. В общем, я чувствую, что когда я приеду на Мальдивы, там будет точно такой же звук, скрипящий песок. Все очень хорошо и красиво, и красивая вода за мной. Я нашла новое место, там как будто бы озеро, а это уже открытая река, то есть тут уже глубина больше. Смотрите туда, и там видно город, и смотрите сюда, это уже открытое пространство. Можно прекрасно отдохнуть, очень хорошо. И возможно, мы сейчас даже останемся до ночи смотреть на персиди, потому что я уже в этом году смотрела на них, и 13 штук падающих звезд увидела, так что это было очень круто и красиво, да. Целых 13 падающих звезд, и загадала целых 13 желаний. Я тоже хотела бы посмотреть. Посмотришь, посмотрите, посмотрите. Алоха, с вами Энни Стар, и сегодня я снимаю влог. Прекрасный день, хорошая погода, надеюсь, меня сейчас видно, потому что солнце сильное, может быть тень на все мое лицо. А в общем, сейчас я хожу там разные свои дела, скажем, по документации, чтобы это было понятно, типа security information, вот. А потом я хочу пойти куда-то выпить кофе. Он мне рассказывал, как-то давно я хотела купить браслет красивый, я его высмотрела, такая думаю, ну все, ты будешь мой. И возможно, я сегодня пойду, только чуть позже, куплю себе этот браслет. А мы сейчас, кстати, с мамой ходим, я не одна. Привет, привет. Алоха, и сейчас мы уже в Макдональдсе. Переместились только, чтобы у кадра на улице вы могли увидеть, а сейчас мы уже в Макдональдсе. Пришли, еще я так странно разговариваю. Знаете, я же рада, у меня немножко плохо действует, немножко плохо действует, потому что я начинаю очень странно говорить, как-то вот все не так. В общем, мы заказали в Макдональдсе два чизбургера, картошку и кисло-сладкий соус. Всем советую, очень вкусный. И, кстати, мои... Спасибо. Мои старые зрители, ну, точнее, которые со мной уже давно, знают, что я люблю делать одну фишку, которую я покажу в этом влоге. И связанная она с соусом и чизбургером. Кто-то уже, думаю, догадался. Кстати, я только что зашла в магазин, купила от Рости для саксофона. Я думаю, сейчас не все знают, что это, поэтому здесь 8 лет эта фотография, что это. И купила офигенную штуку для протирки саксофона. У меня же не зря дневник музыканта называется. В каждом блоке что-то должно, господи, что со мной, связано быть с музыкой. Так что, да, всем приятного просмотра. Вот, смотрите, что у меня теперь есть для саксофона. Я потом вам, может, позже покажу, как она работает. Смотрю сейчас в Инстаграме, все мои знакомые идут на фильм Мэк. Ну, про Мегаладон. Акулы. Как вы думаете, вот они существуют? Мне кажется, что да, потому что есть подтверждение. В плане, что они реальные, конечно, прям факты, но, допустим, снимки со спутника, а гремезные акулы нестандартных размеров. Ну, мне кажется, это есть. Тем более, я думаю, что если про это говорят, то это есть. Ну, вот у меня такая позиция вообще по жизни. А как думаете вы, пишите в комментариях. Очень интересно узнать ваше мнение. Уберите вы в какие-то мифические, там, мифические существа или больших мегаладонов. Пишите в комментах. А мы с вами уже увидимся в следующем кадре. Или через один. Ну, в общем, увидимся. Сейчас фокус-фокус, который я покажу для тех зрителей, которые недавно пришли на мой канал. Смотрите, берёте чизвольвер. Берёте соус. Помакаете в соус. И кушаете. Это просто очень вкусно. Советую. Знаете, то самое чувство, когда вот ты выходишь из прохладного, хорошего помещения, где есть кондиционеры, жарень плюс 40, наверное. Шкуарит прямо шкурухом. Шкуарит реально. А, знаете, ещё. Мы с мамой, когда были на пляже, я купила сыр нарезку. Ну, мы положили, съели там пару кусочков и положили. В общем, достаём мы через какое-то время, ну, буквально час. Потому что мы переходили на другой пляж. Достаём этот сыр и смотрим, а он просто расплавился. Всё, вы знаете, сыр, когда на сковородке уже, в принципе, практически весь расплавился, он просто потёк. Сыр потёк. Ну, короче, это было смешное очень зрелище. Я не думала, что настолько солнце можешь вкварить. Я ещё тогда сказала, да даже сейчас можно сказать, что можно жарить яичницу. Мне кажется, что если масло налить в сковородке и всё это дело поставить на солнце, то что-то да произойдёт, мне кажется. А ещё я сейчас смотрю, что очень какие-то стали дешёвые часы электронные. Вот, сейчас я вам покажу рекламу. Надеюсь, вы видите. Вот, часы. Ну, я считаю, что у вас 649 гривен. Я сейчас напишу здесь вот сбоку, в рублях, потому что я знаю, меня ребята из России смотрят. Как по мне, для таких часов это вообще недорого. Так что, возможно... А, ну, хотя смысла нету мне покупать такие часы, если я без сенсорного телефона. Хотя, мне кажется, такие часы нужны для того, чтобы мерить пульс. Я, конечно, шучу так. Для меня самое главное в этих часах то, что ты можешь померить пульс, ну и шагометр. Это две важные в жизни вещи, которые должны присутствовать у всех. Привет. Я уже сейчас на вокзале была только что. Я только что покупала билеты. Куда вы уже узнаете в моём следующем влоге. Немного поддержу интригу. Надеюсь, за сегодня я этот влог смонтирую. То, что я вам сегодня наснимала. Вот. Больше вы в этом влоге будете смотреть, куда я ходила. И так далее. Я эту поездку ждала долго. Наконец-то. В общем, увидите в следующих влогах. Увидимся в следующем кадре. Мне кажется, что все думают, что это метелочка для пыли. Это, конечно, метелочка, но не для пыли. Всё, короче. Две минуты решили всё. Кофе отменяется. И мы просто будем идти пить какую-то кока-колу холодный напиток. Вот так вот быстро всё в жизни происходит. Всего две минуты. Знаете, я вам в этом влоге очень сильно хотела сказать то, что я заметила. Ну, люди вообще меняются, в принципе. Потому что какое-то время проходит. Ну, появляются какие-то новые друзья, новый круг общения. И знаете, просто прикол в том, что когда я смотрю на своих друзей старых, и у меня телефон звонит, как всегда, очень вовремя. Алло. Да, привет. Всё, я уже поговорила по телефону, можно продолжать. Так вот, я говорила о том, что в последнее время я замечаю своих каких-то старых знакомых, друзей. Вот, они настолько меняются, и некоторые даже меняются не в лучшую сторону. И мне просто становится как-то печально от того, что я это вижу. Потому что, ну, знаете, ещё какое-то время, период времени взять раньше, я бы никогда не подумала, что они как-то так кардинально изменятся. Но, тем не менее, нужно принять тот факт, что время меняет людей, общество меняет людей, социум, общество, это одно и то же, меняет людей. Короче, такие дела. Поводы фразы, которые мне говорили на SkyFame, и меня в Инстаграме спрашивали по поводу того, что люди не меняются, сними про это видео. Я коротко скажу, может, и буду снимать видео, не знаю. Хочу сказать и то, что люди меняются. Ну, да, люди, в общем-то, они меняются. Но люди меняются тогда, когда они этого сами хотят. Если это идёт против их воли и против их желания, тогда люди не меняются. Я тут слайд взяла. Ура. Честно, зачем они мне? Ну, мне просто жалко людей, которые стоят, тратят время и зарабатывают деньги. Такие дела. Я думаю, я ещё с вами как-то круто попрощаюсь. Надеюсь, вам этот влог нравится. Продолжайте смотреть. Спасибо, мама, за съёмку тебе большое. И когда ты посмотришь этот влог, хоть ты сейчас сидишь рядом со мной и всё это слышишь? Здесь этот бредок. Спасибо, что ты подержала камеру тогда. Я когда-то пробовала такие турецкие сладости. Мне вообще не понравилось. Вышли из продуктового, поднимаемся в магазин одежды. Я начала обратить внимание, что клеточка стала модной, потому что все носят брюки в клеточку, какие-то пиджаки. Но я всегда любила такой стиль а-ля офисный, так называют, рубашки какие-то. Хотя не всегда офисные. Обожаю рубашки. И уже вижу футболки с Гарри Поттером. Гарри Поттер. Рубашки. У меня таких уже много. Надо будет скоро видео снимать про рубашки, потому что у меня их просто нереальное количество в моём гардеробе. Да. Знаете, после таких случаев я всегда думаю, ну почему у меня не айфон? Почему на них так много классных чехлов? Всякие ручки. Красивые. Ну, знаете, допустим, такие же ручки можно купить на Алиэкспресс. Офигенные чёсички просто. Стипендия, приди. Стипендия, приди. Стипендия, приди. Троллый. Троллый. Нравится красиво. I'm so meldical. I'm so meldical. В общем, не решилась я пока что покупать этот... Как оно? Кошелёк. Я сегодня что-то слова путаю. В общем, думаю, может я ещё посмотрю что-то лучшее, вижу. Пока. Не спешите. Почему? В магазинах нет такой машины, чтобы вот стояла и показывала... Ну, экранчик какой-то. Показывала, какие песни сейчас играют. Потому что такие песни классные есть. А Шазам не всегда работает. Или не всегда он есть. Выбираем кем. Мне не нравится, а вы можете своё мнение написать в комментариях. Такой фасон был модный, но в моём детском у меня есть такая косметичка. Приведена в Америке. Ну вот. Слушай, мама сказала, что у меня есть такая косметичка. Мода повторяется. И история тоже. Керсики разные. Я хотела вам показать мой ноутбук. Если вам понравился этот локтинг, надеюсь, я сделаю его насыщенным, то обязательно ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал. И также обязательно подписывайтесь на все мои соцсети. Ссылки на которые будут внизу в описании под этим видео. Мама опять забирает у меня кулек, не стоит. Большое всем спасибо. Ждите обязательно влога с моей поездки интригующей. Следите за моим инстаграмом. Там вы можете увидеть всякие новинки. Ну а сейчас я вам говорю до скорой встречи в следующем видео. Всем пока. Пис. Мама, не забирай у меня кулек, отдай.